приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему напишите в чат плюс если вы на месте если вы готовы мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен мониторингу процессов и оперативной памяти на вашем линуксе ну и мониторить мы это все будем с помощью такой утилиты которая называется в топ таким образом коллеги если вы на месте если вы готовы с вас плюс в чат ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и линукс профессион института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить свою квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-классы это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять причем не спеша ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему поэтому присоединяемся поехали дальше следующее чего бы чтобы я хотел вам рассказать это традиционно теорию что важно то что бывает такое что ну давайте начнем наверно с определений что такое процессы в линуксе и так процесс это некая задача некая программа некая служба которая запущена на вашем линукс сервере соответственно что важно то что эта задача может может взять и зажрать всю вашу все весь ваш процессор причем все ядра до зажрать всю оперативную память ну и как в результат ваша система перестанет работать но это классическая может быть происходить какая-то там доз атака ну или дедос атака таким образом нужно понимать как это мониторить как это посмотреть как это выяснить что такое у на вашем сервере происходит ну и вот здесь я рекомендую утилиту которая называется vtop с помощью ее удобно на самом деле все смотреть дальше вы скажете есть же другие утилиты такие как топ а чтоб ну а на самом деле вот классические утилиты они не очень удобны ввиду того что там много всяких столбиков цифр ну и для начинающих не очень то и понятно что они все значит эти все столбики цифры это раз а во вторых чем мне нравится витоп том что она рисует это дело все графически красиво да то есть вы можете прям вот графики наблюдать потребление процессора и оперативной памяти это весьма весьма удобно поэтому собственно сегодня мы развернем все это дело и как результат вы сможете все это дело мониторить едем дальше я буду все делать по статьям я специально для вас написал статьи в нашем блоге для того чтобы вы не писали команды с видео да потому что видео может быть при плохом интернете может быть плохо видно и так дальше поэтому вы все команды сможете найти в статьях которые есть нашем блоге ссылки вы найдете в чате ну и собственно под этим видео значит что важно то что утилита витоп она написана на на базе джава скриптов ну и соответственно работает на но джейс таким образом изначально получается вам нам необходимо установить этот самый но джейс и как результат дальше установить витоп вот такой вот принцип значит как установить но джейс и но джейс пакет менеджер отдельно есть статья в нашем блоге опять-таки ссылки в чате и под этим видео поэтому это предварительное требование значит но вот у меня уже все это дело здесь установлена вот кстати преимущество витопа в том что он работает на но джейс а соответственно но джейс как платформа она не привязывается к дистрибутиву то то есть вас дистрибутив линукса может быть по сути любой и так поехали но до минус в смотрим у меня 19 2 0 ноты пакет менеджер минус в смотрим что здесь 8 19 3 да то есть вот собственно у меня здесь все установлено ну и как результат остается только установить витоп едем дальше значит возвращаясь к статью свитопом ставится это дело все очень просто nmp install минус же витоп вот такая вот собственно команда npm install минус же витоп значит что важно коллеги я работаю под рутом поэтому я суда не пишу если вы не рут не супер пользователь не привилегированный пользователь то рут нужно писать обязательно и так нажимаем install и соответственно происходит инсталляция да то есть выкачивание всего этого дела ну и как результат вуаля все установлено ну а дальше дальше просто запускаем витоп и соответственно вот пожалуйста все у меня развернулась вот да можем это дело все наблюдать и так что мы видим коллеги значит в чем преимущество вот с моей точки зрения витопа в том что вот так все красиво рисуется дальше следующий важный момент может быть что может не отображаться красиво да вот 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 это все дело вот псевдографика да то есть вот ящим столкнулся то что на некоторых серверах не очень хорошо отображается вот давайте покажу еще один пример значит ну new session то есть классический или давайте так сделаем дубликейт сэшен дубликейт сэшен я войду еще раз и соответственно запущу здесь витоп и видите вот такая картина может у вас быть значит сервер у меня один и тот же вот а вы скажете в чем разница разница в том что в первом варианте витоп у меня запущенный в скринах а во втором случае просто я зашел и вот под башен это дело все запущено значит если вас вот такие кю 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 то это что означает это означает что пути плохо все отрисовывает как же включить правильно пути соответственно идем настройки до change settings и пирэнс и пене не пирэнс так куда надо идти я уже забыл значит а вот сюда значит wind of translation и вот здесь вот нужно поставить галочку и ней был витте 100 line дровен иван in utf mode да то есть вот такая вот собственно отрисовку нужно включить соответственно здесь мы нажимаем apply ну и нужно перезапустить наш витоп витоп и пожалуйста здесь теперь все вот тоже красиво будет отрисовываться то есть если у вас не отрисовывается то нужно вот эту вот настроечку включить тогда будет все супер и так ну что мы видим коллеги то что вот такая вот да я теперь закрою второе окошко значит сессию 2 закрою и вернусь к первое значит что мы здесь видим первое вверху видно название сервера да то есть вот она пожалуйста стр в 21 дальше потребление потребление причем вот среднее там да вот через пять минут через 15 минут видно время время локальное время в системе но у меня это utc дальше идет большой график это потребление процессора да то есть вот я вижу что там два один процент вот сейчас потребляется слева внизу видно memory usage соответственно потребление оперативной памяти у меня это восемь процентов дальше самая жрущие или самые потребляющие процессы отрисованы справа в окошке да соответственно здесь вы можете сортировать значит вот если нажать буковку c то это сорт пайси пью если нажать м м то будет сорт by memory да соответственно вот у меня больше всего памяти потребляет mysq ввода а если нажать sim то потребляет но джейс да ну и дальше идет apache таким образом но потом mysq да то есть вот такая вот собственно штука вы можете вот так это дело все посмотреть значит все подсказки находятся внизу внизу есть вот собственно строка и что важно то что ну давайте запустим какую-то задачу и посмотрим как это дело может все отрисовывать да потому что нули как бы не очень-то интересно смотреть и так значит я запущу у кого я запущу apache bench вот чтобы 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 протестировать свой веб-сервер только как результат и как результат сделать какую-то нагрузку так пошла нагрузка смотрим смотрим о о вот она когда значит вот она как отрисовывается все видите да патч bench дальше идет apache вот память у нас не очень жрется вот но нагрузка на сервер вот она да такой вот пик был то есть вот чем хорош витоп в том что можно вот так вот это дело все посмотреть следующий важный момент коллеги то что если вот в вас там боевой сервер до что-то там грузит надо убить этот процесс как это сделать ну убить это можно по разуму как говорится до завершить корректно завершить для этого нужно нажать нужно вот мышка виде стрелочками вы можете выбрать нужный вам процесс вот можно jump to top же маленькая же большое вниз и вот например у меня здесь apache больше всего жрет как его завершить для этого нужно нажать д 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 нажал видите apache у меня пропал он пропал нету теперь его здесь в списке ну что давайте посмотрим статус apache да у меня завершился видите тест с отец на сис тем ктл статус статус апачи 2 и мы сейчас увидим что он у меня видите не работает да не работает такая вот картина то есть мы завершили с помощью витопа все это дело и так давайте мы его стартанем старт старт в 100 100 вот так смотрим статус статус вот он опять работает но возвращаемся витоп и и соответственно здесь тоже сейчас он должен по идее появится дам должен по идее появится так так ну что пока нету пока нету ну что давайте загрузим опять все это дело загрузим апач бенчем и посмотрим как опять пойдет график вверх да то есть вот пожалуйста apache появился apache бенч вот такая вот интересная утилита таким образом коллеги еще раз удобство в том что все отрисовывается в графическом виде это намного удобнее чем смотреть топом а штопом и другими утилитами да то есть здесь прям такой график псевдо графика и соответственно все это дело весьма весьма неплохо видно поэтому как говорится рекомендую и тогда заглянем еще в статью может что-то важное забыл рассказать значит что здесь еще интересного есть есть изменения схемы цветов да вот вы можете это дело тоже все попробовать и испытать те цвета которые вам удобные значит давайте посмотрим да вот собственно теперь у меня ведь и все красное то вот можно зеленая красная так дальше да то есть цвета можно менять следующий важный момент то что можно и менять интервал обновления да то есть насколько часто графики будут обновляться соответственно если вам не очень часто нужно обновлять то можно сделать например там 20 секунд а соответственно вот 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 она когда значит смотрите как все красиво вот обновляется миллисекунд извините до 20 миллисекунд пожалуйста обновляется то есть прям совсем все так чувствительно да вот можно ну давайте чуть больше сделаем сделаем наверно 100 до 100 миллисекунд это 0 1 секунда вот как бы графики теперь будут совсем такие вот живые скажем да ну что запустим еще раз а плач бенч и посмотрим как она все вот видите красиво все рисуется чё здорово на самом деле мне весьма весьма сильно нравится так едем дальше значит следующее что хотел вам еще показать это авто выход или авто завершение да тоже бывает такое что вы вот там что-то смотрите прошла проблема не прошла тоже можно сделать авто за quite after и указывайте через сколько секунд выйти там через пять секунд через 10 30 минуту 300 секунда пять минут а вот такая вот интересная штука таким образом коллеги какие главные выводы сегодня вы познакомились такой вот классной утилиты которая позволяет мониторить потребление процессора оперативной памяти смотреть какие тут вас процессы сортировать их удобно там да вот по потреблению ну и самое интересное то что можно завершать эти процессы которые собственно там жрут много памяти вот или потребляет процессора и таким образом вот можно завершить эти процессы и ваш сервер будет доступны да то есть вот такой вот принцип этого дела и так коллеги кому был полезен сегодняшний небольшой мастер-класс оцените его лайком а кому интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем девупс дэвнет ну и вообще программирование на python я вас приглашаю к нам на курсы вы сможете систематизировать все ваши знания и получить международные сертификаты которые работают в любой стране мира таким образом мы еще помогаем с трудоустройством когда у вас есть вот знание умение навыки международные сертификаты то найти работу достаточно легко есть очень много вакансий как в европе в штатах ну и собственно в азии есть одна проблема только надо все это делать принцип обучения еще раз коллеги леонин байдуин вот таким образом я делаю вы все повторяете ну и всех все как говорится получается поэтому присоединяйтесь нашу большую дружную семью ну и все должно получиться на этом все ассалам алейкум мирному вашему берегите себя и своих близких несите тяготы друг друга помните что сила в единстве поэтому если у вас что-то не получается то пишите комментарии под этим видео пишите нам на почту звоните мне вот чем сможем тем поможем на этом все до свидания а